Молодой верблюд Касим привыкает к новым хозяевам и соседям по ранчо. Ему всего семь лет. Раньше он жил в Анапе и катал детей на одном из местных пляжей. Теперь у этого верблюда много друзей, просторные владения и подружка Барбара. У Касима своенравный характер, поэтому сотрудники ранчо привычают его к новой обстановке и людям постепенно. Иногда мы так на него подсаживаемся, для того, чтобы Касим понемножку привыкал, что на него может садиться и взрослый человек, что он не несет опасности, что это не неприятно. Ему возит показывать, что ему это не очень нравится. Но мы все равно надеемся, что Касим нас полюбит. Касим – сын одного из первых обитателей ранчо для попавших в беду животных Сахарная долина. 16-летний верблюд Бархан, которого Наталья Курласова спасла от продажи на мясо два года назад, ушел на радугу. Оказалось, что кроме проблем с ногами, у Баррика был рак печени с метастазами по всему телу. Тяжело и до сих пор тяжело. Все-таки Барик – это наш любимец. Первый верблюд на ранчо. С него, можно сказать, все началось. Тяжело вспоминать, но мы его любим, он в наших сердцах. Оказалось, что Барбара беременна. Она ходила, очень сильно грустила. И на нас вышел, опять же, наш подписчик Санапы и предложил выкупить у него сына Барика – Касима, который очень сильно похож на него. Мы, не раздумывая, его забрали. И вот сейчас они налаживают совместный быт, можно так сказать. Почти у всех обитателей ранчо Сахарная долина тяжелая судьба. Кого-то из них чудом удалось спасти от участи пойти на колбасу. Кого-то выкупили из частного зоопарка, где животные зачастую живут в стесненных условиях и без должного ухода. Так, на ранчо появились несколько лошадей, среди которых тяжеловек-дюк, конь редкой забайкальской породы Март, лошадь Пеппа, раньше работавшая в театре, и 18-летняя пони по имени Марковка. Здесь же нашли свой теплый дом, лама по кличке Лунтик, дикобразы нож и вилка, семья шкодных енотов. Один из новых подопечных зоозащитников Сахарной долины – Ослик Яша. Несколько дней он пролежал у трассы в Алуште. Яшу сбила машина, а после покусали собаки. Когда мы приехали, мы поняли, что его еще и покусали собаки, потому что были рваные большие раны, от осла очень сильно пахло, он изнутри гнил. И в буквальном смысле слова мы вытаскивали из него червяков. И сейчас уже второй месяц мы его лечим. Через день мы ставим ему капельницы солевые, растворы антибиотики, ряд витамин и ежедневная гигиена ран. Да, Яша останется здесь, мы его уже очень любим, мы к нему привыкли. Наш маленький серенький Ослик. Мы будем дальше обрабатывать раны и ждать восстановления сухожильного аппарата. Это возможно в течение шести месяцев. Я уверена, что все получится у нас. Пока неравнодушные севастопольцы выхаживают измученного Яшу, полиция Алушты заинтересовалась судьбой его нерадивого хозяина, который попросил за выкуп умирающего осла 15 тысяч рублей. Сотрудники МВД выясняют обстоятельства произошедшего и примут решение в соответствии с законодательством. За жестокое обращение с животными предусмотрены штраф, исправительные работы, ограничение или лишение свободы. Тем временем сотрудники Сахарной долины готовят ранчо к зиме. Утепляют домики для животных, закупают сено. Я люблю животных и не представляю свою жизнь без них. Но меня в последнее время терзают мутные сомнения по поводу того, что у меня много животных и всем я не могу достаточно уделить много времени, любви. Поэтому вот из-за этого больше всего я переживаю. Постояльцев ранчо объединяет общая судьба, печальное прошлое и светлое будущее. Верблюды, лошади, козы, пони, лама, ослик, собаки, коты и еноты живут вместе, разделяя общие радости, которые теперь несет им каждый новый день. Маргарита Борисенко, Александр Устич, Севинформбюро.